МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ В 1505 году по повелению великого князя Ивана III в Кремле на месте обветшавшего храма XIV века был заложен собор во имя святого архангела Михаила. Руководил работами венецианский архитектор Оливис Новый. В 1508 году возведенный собор был освящен. Для домонгольской архитектуры пятиглавы шестистолбный крестовокупольный храм был традиционен. Как и Аристотель Феераванти, Оливис Новый взял за основу этот тип храма, но привнес в него элементы ренессансной архитектуры. Зодчий впервые в русской храмовой архитектуре использовал ордерную декорацию. Горизонтальный пояс делит фасад на два яруса. Высокий и мощный нижний ярус с декоративными арками в пряслах служит своеобразным постаментом для более легкого верхнего яруса, меньше высоты, украшенного филенками. Вертикальные пилястры, увенчанные коринфскими капителями, делят стену на прясла. Оливис Новый декорировал закомары белыми раковинами и увенчал их фиалами, от которых сохранились лишь основания в виде розеток. Крышу покрыл черепицей. Первоначально стены были расписаны под кирпич. На этом фоне белокаменная резьба выглядела исключительно нарядной. Порталы собора богато декорированы белокаменной резьбой и раскрашены. Западную лоджию украшает фреска с корсунской легендой, сценой страшного суда и изображениями святых. Видимо, в начале 16-го столетия храм окружала крытая двусторонняя паперть с севера и запада. Архангельский собор с 14-го и вплоть до 18-го столетия служил усыпальницей князей и царей. Перед военными походами московские правители приходили с молитвой в свой родовой некрополь в надежде обрести духовную силу на подвиг. Здесь приносили клятву верности великому князю его младшие братья. После церемонии венчания на царство государь направлялся в храм на поклонение гробам предков. Вдоль стен храма – надгробие династии Рюриковичей. Первое погребение, перенесенное из храма предшественника, – захоронение великого князя Ивана Калиты. За алтарной преградой в пределе Иоанна Лествичника были погребены первый русский царь Иван Грозный, его сыновья – царь Федор и царевич Иван. Младший сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий, причислен к лику святых. Его мощи покоятся в серебряной и золоченой раке под резной сенью, а рядом установлена его икона. Среди наиболее почитаемых святынь храма – мощи святого князя Михаила Черниговского и его боярина Федора, замученных в Золотой Орде в XIII веке. По приказу Ивана Грозного во второй половине XVI века рака с мощами перенесена из Чернигово в Москву. В центральной части собора расположены погребения первых царей из династии Романовых – Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Над захоронениями установили надгробие с белокаменными плитами, украшенными резными орнаментами и эпитафиями, выполненными вязью. В начале XX века надгробие накрыли металлическими застекленными футлярами. В царствовании Ивана Грозного в 1564-65 годах собор был впервые расписан. Однако в Наосе до нас дошла настенная живопись времени царствования Алексея Михайловича, созданная в 1652-66 годах. Программа этой росписи повторяла иконографию стенописи грозненского времени. Характер главных росписей определило посвящение собора Михаилу Архангелу, покровителю небесного воинства. Библейский сюжет фрески «Гедеон посекает войско медианитян» напоминал современникам о победе над Казанским ханством. Одна из главных тем росписи – сакрализация власти через образы святых сродников, равнопостольной княгини Ольги, святителя Руси князя Владимира, князя Александра Невского. Нижний ярус росписи воскрешает образы князей, погребенных в соборе. Здесь в лицах раскрывается история русского государства. Резной, деревянный, позолоченный иконостас собора увенчан распятием. Большинство икон написаны мастерами оружейной палаты в последний третий XVII века. По преданию храмовая икона Архангел Михаил была заказана вдовой Дмитрия Донского, великой княгиней Евдокией, в память о победе на Куликовом поле. Начиная с правления Ивана Грозного, существовала традиция устройства надгробных, престолпных иконостасов. Они включали в себя патрональную икону погребенного правителя, мерную или родимую, и так называемую гробовую икону. Эти иконостасы со временем были разобраны. Во второй половине XVI века с восточной стороны храма были пристроены два предела. Южный, тот, что ближе к Москве реке, посвятили Иоанну Предтече, а северный – покрову Богоматери. В середине XIX века сюда был перенесен предел Святого Уара из Древней Предтеченской Церкви, которую разобрали за ветхостью. Новая страница в истории предела Святого Уара была перевернута в начале XXI века. После окончания архитектурной реставрации, с благословения патриарха было принято решение поместить здесь мощи преподобной Ефросинии Московской, Великой Княгине Евдокии. Они были помещены в раку, установленную в центре предела. У южной стены в специальной витрине представлен белокаменный саркофаг, в котором на протяжении 600 лет находились мощи вдовы Великого Князя Дмитрия Донского. Ею в Кремле был основан Вознесенский Девичий монастырь. До 1731 года он служил усыпальницей великих княгинь и цариц. В 1929 году Вознесенский собор монастыря был взорван большевиками. Древние саркофаги с останками княгинь и цариц, благодаря мужеству музейных сотрудников, были перенесены в подклет судной палаты, примыкавшей к Архангельскому собору. В музеях Московского Кремля была проведена уникальная работа по сохранению и изучению останков и предметов из погребений. В южной пристройке Архангельского собора открыта постоянная экспозиция, посвященная Вознесенскому монастырю. На выставке представлены богослужебные предметы и иконы из иконостаса Вознесенского собора. Ценнейшей реликвией является кожаный пояс преподобной Ефросинии начала XV века с стесненными изображениями двунадесятых праздников. На протяжении четырех столетий под сводами Архангельского собора обретали вечный покой даже непримиримые враги. Собор стал олицетворением идеи примирения и согласия ради единства России под главенством Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok